Поля, речка Стуженек, желтые цветущие ивы. Мальчик на первом плане, будущий художник Василий Ерофеев. То любопытство, с которым тогда смотрел за горизонт, он сохранил до сих пор. Своим творчеством посвящено нашим людям, красивым или некрасивым, хорошим, но в основном душевным. Это не только женщинам, но и мужчинам. Это показывает человеку, о, посмотрите, какой пейзаж какой-то, понимаете, какой человек прекрасен. Ведь дело в том, что на русскую природу почти не обращали внимания, пока Саврасов не написал «Грачи прилетели». Художник интересуется окружающим миром, а потом впечатления появляются на холсте. Как говорит Василий Иванович, на картинах вся его биография, начиная с малых лет, когда мазались илом у реки и бегали по деревне. Самое такое у нас шиком было, это прокатиться на свинье, на хрику таком. Мы наверху сидели, ждали их, когда они под тобой начинали там около тебя рыть эту солому. Мигом спускались, прыгали прям к ним на спину, схватались за уши. Он летит не туда, к колхозу, а наоборот, в поле, где подсолнухи. И в подсолнухи, и подсолнухи тебе начинают бить. И, конечно, горе нас, это наездник соскакивает, дерет колени или нос расшибает. Ну, все равно ты прокатился, ты как герой идешь к ребятам. Также с играми и интересом пасли гусей. На картине «Родина моя» Василий Иванович изобразил еще один эпизод из детства. Как он мальчишкой разгоняет птиц, чтобы решить спор, чьи гуси дальше улетят. У каждой его картины есть история, и в отдельных работах она связана с событиями в стране. Разве это не история? Возвращение Ивана опять связано с моей биографией. Отец у меня с войны, как таковой, вернулся уже в 44-е годы, израненный и все, вообще он был в плену. А сына мы проводили, война как раз в Афганистане была. Я решил написать картину как заклинание. У меня отец Иван и сын Иван. А вот эта пара – дочь и зять Ерофеева. Их он изобразил в день свадьбы. Расписывались тогда на Красной площади, поэтому позади молодоженов можно узнать город еще советского времени. Копии этой работы есть в нескольких музеях. Василий Иванович говорит, ему посчастливилось, что его картины нравятся и профессиональным коллегам-художникам, и зрителям. Особенно женщинам. Их портреты выделяются отдельной линией. Иная женщина даже и некрасивая. Если так, с точки красоты там или что. Ну как она держится? Когда начинает разговаривать. А какие женщины умницы. Вы понимаете? Это не мужики. Мужики уж очень прямолинейные. Просто какие-то такие. И заскорюзлые. А вот чтобы, знаешь, как-то с лаской такой, понимаешь, сказать, что ты дурак. Понимаете? Это только может женщина. Женщины получаются у Ерофеева притягательными и яркими, как цветы. А главной музой для самого художника и на картинах, и в жизни стала его супруга. Некоторые друзья считают, что на всех картинах ему позировала жена. На самом деле это не так, говорит художник. Просто изображая женщин, он передает образ солнца и добра. Когда я вот увидел и, значит, взял за руку, когда знакомились, и меня просто пронзила, вот моя жена. И потом, после этого, прихожу домой, лег спать и увидел, что мы у себя около пруда, она идет в белом венчальном платье, и я иду. И вот уже более 50 лет Василий Иванович и Алла Михайловна идут вместе. Вот так она выглядела, когда только познакомились. Этот портрет был написан чуть позже, когда жили в Полтаве. Одной из самых известных картин Ерофеевой считаются «Курские красавицы». Ее увидел весь мир. Эта работа неоднократно публиковалась в журналах и книгах. Кстати, ее художник написал по мотивам Олимпиады 80. Внимательный зритель увидит на ней знаменитого Мишку. Сейчас Василий Ерофеев обдумывает сюжет, который бы красочно представил нынешние соревнования в Сочи. Художнику близок дух победы. Недавно Василий Иванович стал лауреатом премии конкурса общественного признания «Курская Антоновка». Награда эта оказалась неожиданной, признается художник, но дорогой. Для него это не просто статуэтка, а еще символ напоминания. «Курская Антоновка» – это из моего детства, как я помню. У нас в саду были яблоки и Курская Антоновка. Как она пахла зимой. Отец, мы в Пятистенке жили, в одной комнате там спали, а в другой – закрывали, там яблоки хранились. Вы знаете, запах какой. Да, а здоровье какое от этой Курской Антоновки. В свое время Ерофееву предлагали заняться абстракцией. В ответ на это Василий Иванович всегда удивлялся, зачем ему изменять себе в угоду моде. Ну и не могу. И не хочу, потому что мне радостно писать людей, пейзажи. Ну не знаю, как вам еще объяснить это. Он видит мир в теплых деревенских пейзажах и насыщенных красками и мыслях-портретах. Он давно выбрал для себя одно направление – реализм.